Данный компонент может стать очень опасным канцерогеном и даже практически ядом. Данный компонент может вызвать злокачественные опухоли, вызывает раздражение и он с легкостью проникает в структуру эпидермиса. Токсичный компонент, который вызывает эндокринные нарушения и загрязняет окружающую среду. Приветствую вас на инкоблоге, меня зовут Эльвира и на моем канале я разбираю составы средств косметических и показываю какие вредные компоненты может содержать то или иное косметическое средство. В последние годы очень модно стало использовать корейскую косметику. Магазины корейской косметики находятся просто на каждом шагу, везде их можно встретить. Все говорят о том, какая это классная косметика, советуют друг другу косметические средства корейские. И сегодня я хочу разобрать несколько косметических средств от корейских брендов. Возможно многие девушки записали себе в списочке, что хотят приобрести именно вот эти данные средства, которые я сегодня разобрала. Кто-то их уже попробовал и в восторге от них. Но сбегая вперед скажу, что критичные компоненты, которые плохо сказываются на коже в данных средствах есть и в немаленьком количестве. Давайте посмотрим, как они действуют на нашу кожу, какие компоненты в них содержатся и к чему они могут привести. Первое средство, которое я разобрала, это конечно же гель алоэ вера. Их очень много видов. И я думаю, на мой взгляд, вот именно гель алоэ вера, он у нас и раньше был на нашем рынке российском, но вот именно с приходом корейской косметики он стал настолько популярным продуктом. И многие его просто очень любят и, конечно же, покупают. Разобрала я состав геля алоэ вера универсальный, причем 92 процента якобы не содержится именно геля алоэ вера от натур репаблик. Итак, смотрим на состав и видим, что здесь в составе данного геля алоэ вера 23 компонента и больше половины, это 13 компонентов, это критичные компоненты, которые отмечены красным, которые ухудшают состояние волос, лица, кожи в целом. Смотрите, здесь содержится как бы, казалось бы, 92 процента геля алоэ вера и казалось бы, что оно должно находиться на первом месте, ну или хотя бы на втором, да, или на третьем, но на втором и третьем месте мы видим гликоли. Это дипропиленгликоль и ботиленгликоль. Данные компоненты у нас со временем сушат кожу, могут вызывать раздражение. А сам же гель алоэ вера находится у нас на седьмом месте. Напомню еще раз, что компоненты расположены в составе в списке так, что чем больше компонента данного компонента в составе средства, тем он выше в списке ингредиентов. Так вот, алоэ вера у нас находится на седьмом месте. На упаковке написано, что он 92 процента. Не знаю, возможно, но что-то как-то верится с трудом. Далее, здесь есть такой компонент, как карбомер. Карбомер у нас это синтетический компонент и он может содержать следы бензола и акриловой кислоты, то есть это уже токсичный компонент. Здесь также содержится синтетический компонент, где содиум это та. Данный компонент, возможно, сам по себе не настолько токсичный, но при взаимодействии с другими компонентами, если нарушается технология при производстве, данный компонент может стать очень опасным канцерогеном и даже практически ядом. Поэтому вот этот компонент я из раза в раз в каждом видео, где я встречаю вас в средствах диссодиума ДТА, я говорю, что смотрите в составе, чтобы данного компонента не было. Данный компонент у нас может вызвать злокачественные опухоли, вызывает раздражение и он с легкостью проникает в структуру эпидермиса. И соответственно за собой он тянет и другие компоненты, как полезные в данном составе алоэ вера, он тащит за собой так и другие опасные компоненты, как тот же самый, например, кавробомер. Парфюм, ПЭК-60 гидрогенизированное касторовое масло, это тоже критичный компонент. И вот это вот все, все вот эти опасные компоненты вместе с диссодиумом ДТА попадают в кровоток и в структуру эпидермиса. Следующее средство, которое я разобрала, это кушон от ИОП, Супервиталь, кушон с SPF 50. Я разобрала состав кушона с оттенком номер 13. Смотрим на состав и видим, в принципе, здесь очень много и критичных компонентов, и хороших компонентов, но все критичные компоненты практически собраны именно в первой половине списка, что немножечко огорчает. Опять-таки, здесь в данном средстве мы видим диссодиум ЭДТА, о котором я говорила о предыдущем средстве. Далее здесь этилгексилметоксиацинамат, это токсичный компонент, который вызывает эндокринные нарушения и загрязняет окружающую среду. Далее ПЭК-10 диметикон, также может вызвать раздражение кожи и содержит токсичные примеси, ну и также, конечно же, загрязняет окружающую среду. И еще один компонент токсичный, который я хочу отметить в составе данного средства, это Лаурин ПЭК-9 полидиметиллокситилдиметикон. Данный компонент у нас загрязняет окружающую среду и может содержать в виде примесей окисетилена, а окисетилена это уже канцероген. Следующее средство, состав которого я разобрала, это ночная маска с пребиотиками риса Абиб. Стоимость данной маски примерно 2500 рублей за 80 мл, то есть не такая уж маленькая стоимость, я бы сказала, да не каждый может позволить себе данную масочку, но и в принципе, я думаю, те, кто не может ее себе позволить, особо не расстраивайтесь, потому что состав у нее не идеальный абсолютно, очень плохой, ужасный состав, очень достаточно здесь также компонентов критичных. Опять-таки, это Дисодиум Эдета, здесь содержится, про который я уже говорила, 1-2 гександиол, который также может вызывать раздражение кожи. Далее здесь еще содержится компонент, который я хочу именно отметить, это Акрилатес 1030 Алкил Акрилатес Кроссполимер. Данный компонент может содержать токсичные примеси и забивает поры. Следующее средство, это крем, сейчас, надеюсь, я правильно скажу, Ахо Хау Элазулин Пепта Блю Анти Эйджин Крем. Это крем с пептидами для возрастной кожи. Здесь у него объем 50 грамм и стоимость 1500 рублей. Опять-таки, такая выше среднего цена. Давайте посмотрим на состав. И здесь мы видим, что очень много хороших компонентов. Здесь на самом деле есть пептиды, их очень много. Все они находятся в самом конце. Вот мы здесь можете прямо сами видеть. 3-пептид-1, полметоль-3-пептид-1, полметол-пентапептид-4 и так далее. Вот все вот эти вот пептиды, они содержатся здесь. На самом деле они есть. Это очень классно, это очень радует. Но это все находится во второй половине списка. А первая половина списка и самая-самая начальная содержит все вот эти вот опасные компоненты, отмеченные красным, которые, в принципе, нежелательно видеть в составе крема. И здесь я хочу отметить несколько компонентов. Это Цетилпэк ППГ-10-1-диметикон. Это силикон, который повышает проницаемость кожи, может вызвать раздражение как самой кожи, так и слизистых, если данный крем попадет на слизистые. Еще один компонент, который также может вызвать раздражение кожи и слизистых, это ПЭК-100-стеорат. И еще очень критичный один компонент, это диметикон-винил-диметикон-кроссполимер. Это силикон, он практически не вымывается и поэтому может вызывать раздражение кожи, сбивать поры. То есть вы, если каждый день наносить вот этот вот крем на себя, то вот этот вот компонент диметикон-винил-диметикон-кроссполимер, он будет накапливаться на вашей коже, потому что он не вымывается. Ну что, вот такие вот составы у корейских косметических средств абсолютно, знаете, не радуют. Очень много критичных компонентов, причем хочу сказать, что практически все косметические средства корейских брендов содержат вот такие вот критичные компоненты. Хочу отметить, что если вы очень любите корейскую косметику, она на самом деле очень классная, но надо смотреть на составы. Есть два бренда с абсолютно чистыми, хорошими составами, причем рабочими также составами. Это Vanisa и Sandava. Вот у них очень классные тоже составы, которые не навредят ни вашей коже, ни волосам. При этом цены у них примерно такие же, как и у других корейских косметических брендов, которые в принципе содержат всю эту синтетику и химозу. Надеюсь, видео было для вас полезным. Если понравилось видео, ставьте лайк, отмечайте, пишите в комментариях, какие средства вы хотите, чтобы я разобрала и показала, какие критичные компоненты содержат ваши любимые средства. Пока-пока! Пока! Пока!